Огромная площадка, где активными темпами идет строительство комбикормового завода, стала первым объектом, который посетили участники выездного совещания. Представители сельскохозяйственной отрасли высоко оценили масштабы строительства и объемы производства. Комбикормовый завод со складом хранения зерна на 90 тысяч тонн будет запущен в конце этого года, заверили участников совещания. То, что Мираторг не уступает по эффективности европейским агрохолдингам и что основные производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производителей, члены делегации убедились лично, посетив одну из ферм холдинга, расположенную в Трубчевском районе. Не только в истории России, но и в Европе будет самый мощный проект. Проект, который будет производить мясо говядины, которое сегодня востребовано на рынке, которое сегодня недостатка не только в Брянской области, но и в целом Российской Федерации. Поэтому сегодня принято было решение на уровне Виктора Алексеевича Зубкова провести это совещание с участием тех субъектов, которые планируют развитие этой отрасли в своих регионах. Эта ферма сдана в эксплуатацию и заселена животными в июне прошлого года. Рассчитана на содержание более 7 тысяч голов крупного рогатого скота. Ее площадь составляет 5 тысяч гектаров. В ходе небольшой экскурсии по ферме участникам делегации подробно рассказали о всех направлениях деятельности холдинга. Растеневодство, производство комбикормов, животноводство, первичное мясопереработка, а также показали современную технику, которая используется Мироторгом. Это, наверное, победа прежде всего для Брянска, а в целом для нашего центрально-черноземного округа. Это действительно говорит о том, что в области ведется очень эффективно, планово ведется инвестиционная программа, которая позволила привлечь прежде всего такого серьезного инвестора. В ходе встречи гостям привели несколько цифр, благодаря которым вырисовывается реальная картина масштабности проекта. Например, на сегодня компании освоено более 100 тысяч гектаров пахотной земли. Трудоустроено более полутора тысяч человек. Объемы инвестиций в проект составляют 44 миллиарда рублей. Не случайно агропромышленный холдинг произвел колоссальное впечатление на калужан, основоположников мясного скотоводства. Молодцы то, что они взялись для России за такое дело, это развитие мясного скотоводства. Я считаю, что это для России является сегодня ключевым звеном вообще развития сельского хозяйства. После посещения Мираторга участники делегации вернулись в Брянск, где им предложили посетить выставку агротехники, выпускаемой крупнейшими предприятиями области. Брянским автомобильным заводом, Брянским арсеналом и Клинцовским автокрановым заводом. Екатерина Зоя, Динарий Стархникитин. События Брянск и Выгонеческие Трубчевские районы.